Погром в Бирюлево оказался очень удачной темой для разных общественных или политических тенденций. Потому что у всех уже были заготовлены ответы на незаданные вопросы, по большому счету. То есть вопросов еще никто не успел задать, а все ответы были уже готовы. Потому что, опять же, националисты сразу сказали, что заели инородцы, имигранты, и народный гнев, стихия, восстание, героический русский человек пошел и защитил себя от понаехавших. Власти сказали, что они обязательно ведут порядок. То есть точно у нас непорядок, и мы точно не ведем. Сейчас этот порядок, и будет все хорошо. То есть они каждый раз примерно одинаковый порядок нам будет. Кстати, недавно я узнал, что, например, Мадановский, который у нас в миграционной службе главный, представитель, видимо, древнего боярского рода, он недавно сказал, что служил в КГБ в конце Советского Союза, в Пятом Управлении, которое занималось сохранением конституционного строя СССР. И ему, в общем, стесняться нечего. Он очень гордится этой своей работой. Ну, наверное, да, но просто результаты этой работы, они, в общем, налицо. То есть через некоторое время никакого конституционного строя, никакого СССР не было. Ну, теперь этот же человек наводит порядок в области миграции. Я не знаю, чем это кончится, но, по крайней мере, он уже сказал, что все хорошо. И я думаю, что он потом тоже скажет, что гордиться может, и хотя бы стесняться ему, стыдиться нечего. Ну, понятно, что либеральные и левая публика тоже в один голос закричала, что безобразие, ксенофобия, расизм, фашизм. Ну, и, в общем, весь набор классических фургментаций, классических речей о наступлении фашизма, расизма и прочего-прочего. Ну, в общем, на самом деле все заранее знают, что в таком случае сказать, и, в общем-то, никого не интересует, что же произошло. Потому что все эти ответы, они абсолютно никак не привязаны к событиям. Повторяю, они готовы заранее, и не предполагают никаких вопросов. И в действительности нужно все-таки посмотреть, а что же произошло, и сразу бросается в обладание нескольких очень странных вопросов, которые не покрываются ни одним этим ответом. А именно, ну, во-первых, почему с одной стороны, вот, вроде бы, кавказец, причем, кстати, непонятно, какой кавказец, с какой стороны крипта, наш, россиянин, да, из, скажем, какой-нибудь, там, Осетии, Северной, да, или из Чечни, или из Кабардино-Балкарии. Или азербайджанец, например, да, то есть немножко с другой стороны. В общем, в любом случае, кавказец на бытовой почве убивает русского парня. А после этого, спустя три с лишним дня, толпа людей идет громить овощебазу и бить среднеазиатов. Вот как-то нету прямой связи, да, не сходится. Но дело даже не в этом. А почему, собственно, все это происходит через три дня? Ну, если бы это подошло на следующий день, потому что, в общем, убийство случилось, как мы знаем, в ночь. То есть, естественно, люди могли не знать. Но вот если бы это случилось на следующий день, то понятно. Но прошла информация, народ стихийно стал собираться, сошелся, возмутился, начал кричать, шуметь, безобразничать, разгромил торговый центр «Бирюза» и пошел бы еще куда. Ну, куда пошел? Куда-нибудь, куда, так сказать, удалось бы пройти. Потому что ходить-то можно в разные стороны. Почему они пошли строго сразу же к овощебазе? Еще один вопрос интересный. Ну, это понятно. Но три дня. То есть, проходит несколько дней. А потом вдруг стихийный взрыв. Опять же, ну, понятно, мог бы пройти месяц. Было бы расследование, потом менты бы взяли и отпустили бы подозреваемого. Опять-таки, понятно, что стихийный всплеск возмущений, народ в ярости, коррупция, безобразие. Ну, народ пойдет. И, кстати, в этом случае по логике вообще должен был бы идти, скажем, к уделению милиции, к каким-то местным властям придать претензии. Тут этого тоже не случилось. А тут происходит что-то непонятное. То есть, два с половиной, почти три дня ничего. Потом вдруг раз, и толпа народа идет сразу быстренько к овощебателю. На самом деле, на мой взгляд, все очень просто. Потому что это достаточно обычная коммерческая разборка. В общем-то, всего этого было много в 90-е годы. И цена вопроса не очень большая. То есть, вполне достаточно достать несколько десятков провокаторов, которых можно нанять, которым можно заплатить. Ну, и которые, соответственно, уже организуют толпу. И эту толпу, куда нужно, в назначенное место, на определенную заранее цель наведут. Дальше толпа уже все сделает сама. То есть, тут совершенно не нужно, скажем, нанимать там 300, 400, 500 погромщиков. То есть, достаточно ядро погрома сформировать. Три-четыре десятка человек максимум. Ну, а они уже вокруг себя, так сказать, второй ряд, второй шалон сами соберут. Во-первых, для того, чтобы все это организовать, все это подготовить, выделить средства. Для этого еще сначала принять решение. Найти нужных людей, которые, возможно, были уже заранее готовы, сидели на низком старте. Но все равно должны были как-то быть, так сказать, сведены вместе. Ну, это как раз вот 2-3 дня и нужно при нормальной работе. Кто это делал, опять же, понятно, кто. Кому-то очень нужна эта овощная база. То есть, либо кому-то не заплатили, либо кто-то хочет получить долю в этом бизнесе. Либо кого-то из бизнеса вытеснили. Ну, все эти детали уже, собственно, не стучи интересны. По большому счету, у меня есть очень сильное подозрение, что, кстати говоря, скорее всего, какие-нибудь группы азербайджанцев борются с другими группами азербайджанцев. И в этом случае, конечно, все будет очень правильно, очень логично. Кто лучше всего поможет одним азербайджанцам бить других азербайджанцев? Ну, конечно, для этого идеально поведут русские националисты и борцы за числоту славянской расы. Правильно? Они просто идеальные инструменты становятся в этом случае. При этом, смотрите, как это выгодно с точки зрения вложения средств. Я вас уверяю, что взятки стоят дороже. Реклама стоит дороже. Просто дать в радиоэфир какое-нибудь сообщение, проплатить статью какую-нибудь, это стоит существенно дороже. Особенно, если вы хотите иметь большой серьезный эффект на всю страну. А тут вы, в общем, тратите не очень много денег. При этом вся националистическая интеллигенция тут же радостно начинает делать пиар. Средства массовой информации раскручивают сюжет. Дальше власти так или иначе начинают реагировать. И реагируют они, опять-таки, как мы знаем, заранее запланированным образом. То есть, рамадановские компании начинают проверять объект. Проверять объект, начинают забирать оттуда нарушителей. Нарушители – это, естественно, работники, у которых там что-то не так. А, кстати говоря, даже если у них все так, то на волне истерии обязательно нужно найти кого-то, у кого будет не так. Поэтому все равно даже легальных работников, или тех, кто в других посредствах считался бы легальным, их сразу же ловят на каких-то нарушениях и тоже обвиняют в том, что они нелегалы. Значит, ответственно, инсолируют. Значит, работа базы прекращена и так далее. Но, кстати, заметить, что овощная база Берлёвия – это не просто такой второстепенный объект, это очень крупный хаб, то есть, очень большая часть не только овощей, но и вообще продовольствия в Москву заводится через этот объект. То есть, это на самом-то деле весьма ценный приз. Это стоит больших денег, это логистически очень важный элемент вообще во всей цепочке снабжения Москвы продовольствием. Поэтому я думаю, что здесь задействованы очень серьезные, очень крупные материальные интересы. И здесь есть, что называется, за что бороться. И погром, он был очень уместен, своевременен и эффективен как элемент коммерческого соревнования. Или, скажем, борьбы за собственность. И в этом смысле очень просто и, с другой стороны, сложно прогнозировать развитие подобных событий. Потому что нам пытаются давать какие-то политологические прогнозы, что вот эти события будут развиваться так-то и так-то. Или они будут развиваться по-другому, в зависимости от каких-то сложных психологических, политических, социальных концепций. На самом деле, я думаю, что они будут развиваться по очень простому сценарию. Если после того, как послали сигнал в виде погрома, а погром – это очень сильный сигнал, очень такой шумный сигнал. Если те, кому этот сигнал был адресован, они поняли сигнал так, как это рассчитывал посылающий сигнал, то есть другая сторона, ну они договорятся и вопрос будет снят автоматически. То есть мы забудем про Берлёва, про который нам только что сказали, что это страшное место, там жить нельзя, там вообще полный кошмар. Если они договорятся между собой, то потом мы вообще просто не будем слышать про этот объект. Если они не договорятся, ну посмотрим, какой ответный ход сделает другая сторона. Может быть она пойдет тоже, опять же, наняв другую банду погромщиков, бить какую-нибудь другую вообще базу или какой-нибудь другой объект в другом конце города, принадлежащий другой азербайджанской группировки. Вот в этом, по большому счету, и вся политэкономия русского национализма сегодня.